Входить строго запрещено или трущобы в самом сердце города? И кто они, хозяева земли Заполярной? Жители домов на проспекте Ленина, чьи дворы соседствуют с земельным участком, где раньше располагалась мебельная фабрика, устали бороться за безопасность и чистоту, прилегающую к их жилью территории. Пожары, плавящие окна домов, бетонный забор, который держится на честном слове, бомжи и мусор. Тема продолжит Виталий Шувалов. Русским языком старожилы домов на проспекте Ленина владеют прилично. На эпитеты не скупятся. Огромный участок, огороженный забором, называют то Шанхаем, то Анклавом, то сравнивают с картинкой из телевизора. Все говорят частное лицо. Частники. Раз частники, значит это ничье. Понимаете? А вот 20 дом и мы из окон видим вот эту. Я говорю, как вот смотришь Донецк и Луганск, то же самое у нас. Нина Михайловна старшая по дому, живет здесь 40 лет и уже больше 10 из них любуются на развалины в самом центре города. Ей даже приходилось ночью поднимать жильцов по тревоге. Шифр летел, окна расплавились вот в соседних домах, окна расплавились. Такой пожар, такой сильный пожар. Вы посмотрите, на какое время много же, долго горело все. И людям, вот когда окна поплавились, стекло поплавилось, так не помогли ничем. Сами они сами вставляли стекла. Четыре раза горело, начинало гореть. Ну все-таки тут пошили. Вот при этом пожарник погиб. Вот поезжалка. Трагический случай произошел около пяти лет назад. Пожарный провалился под пол. Никаких выводов из этого собственники так и не сделали. Остатки строения стоят до сих пор. Когда-то в советское время здесь располагалась мебельная фабрика. Говорят, она даже во время Великой Отечественной уцелела. У Зои Александровны зять работал на ней с 47-го года. Сама она отдала предприятию 30 лет жизни. Когда вот иду мимо вот мебельной нашей фабрики, на которой я отработала 30 лет, и смотрю, мне очень больно смотреть. Потому что мы здесь, я здесь все отложила. Мы и строили, восстанавливали все. Ведь она не такая была. Это все при мне. Там построили, там построили все это. А сейчас все нарушили. Борис Павлович тоже старожил. В Мурманск приехал в 61-м. Работал главным инженером в управлении механизацией строительства. Отношения с мебельной фабрикой тогда были совсем другие. То мы контачили. Они нам помогали. Мы им. Они делали там мебель, разные заказы, что-то там. Станки надо ремонтировать. Мы помогали. И здесь все это крутилось, вертелось так, как положено. Понимаете, был надзор за всем. Все жалобы жильцов и перечислить сложно. Бомжи, ночные гулянки, шум, свалки мусора, осколки стекол. Покосившийся бетонный забор, который навис аккуратно детской площадкой. Здесь детский сад. Здесь выводят детей играть, отдыхать и так далее. В одну минуту лопнет этот трос гнилой, завалит, придавит детей. Тогда найдут всех виноватых и кто этим занимался, кто за это отвечал. Просто наживаются люди, которые приватизировали это предприятие. Вместе с жильцами идем на экскурсию на огороженную территорию. Куски стекол в здании, готовые в любую минуту свалиться кому-нибудь на голову. Строительный мусор. Посреди полуразвалившихся построек цеха. Здесь и сейчас изготавливают мебель. Один из работников любезно пояснил, они лишь арендаторы. А дальше кафе, летнее кафе, чья-то коллекция советских машин. Автомойка на три бокса, неприметная круглосуточная сауна в углу. К нам подошел уже немолодой мужчина и представился, весьма лаконично, хозяин. Я хозяин, я не хозяин. Вы скажите, что я хозяин. Да, я подошел, нормально вас спросил. Есть городского масштаба, вон там руководитель, а городского масштаба команда. Пожалуйста, городского масштаба. Какого отношения к городской масштабу здесь? А что вы хотели? А хотели, чтобы порядок здесь был. А что, непорядок? Непорядок, конечно. Когда же мы попытались выяснить, действительно ли это собственник территории, то совершенно на другом русском, не на том, на котором разговаривают старожилы, получили в ответ угрозы вперемешку с оскорблениями. Добрый день, скажите, а вы собственник земли, да? А вы кто? Арктик ТВ и телекомпания. Арктик ТВ, иди туда. Арктик ТВ, хорошо. Я тебе нормально объясню. А кто ты такой-то здесь? Частая территория. Сами иди с ними, а что ты сюда-то подошел? Мы... Мы родим, а не можем здесь. Един на... Арктик ТВ, иди туда. Арктик ТВ. Я тебе нормально, поверь, сломай мне, б***ь, будет. Я тебе нормально объясню, слышал? Я понял. Хорошо, услышал вас, хорошо. Человек, который назвался хозяином и впрям чувствует себя здесь таковым и демонстрирует недюжие знания русского. А люди, живущие рядом по 30-40 лет, говорящие на этом же языке, ничего добиться не могут годами. Посылают их туда же, куда и нас. Мол, частная территория. Вот только российские законы распространяются и на нее тоже. К примеру, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Это статья уголовного кодекса. В данном случае такие деяния наказываются принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы до 6. Впрочем, вряд ли хозяин так же силен в юриспруденции, как в великом и могучем. Вот только незнание закона от ответственности не освобождает. Смотришь, так красиво в городе все делают. Андрей Иванович Сысоев тоже. Я благодарна ему еще раз говорю. Я асфальт там сделаю. Сейчас наш дом поставили на капитальный ремонт. Все это хорошо. Но вот эта мебельная фабрика, я не могу понять, почему никто никаких мер не принимает. Мне вот это непонятно даже. Понятие трущобы самое настоящее. И все это происходит на фоне ремонта дорог и зданий, возрождения парков и скверов, больших новых строек в столице Заполярья. А здесь, мол, частная территория. И от этого жильцам обидно вдвойне. Виталий Шивалов, Максим Петровичев, телекомпания Арктик ТВ. Позже в редакцию поступила информация о том, что одним из собственников этого земельного участка являлся и, возможно, по-прежнему является депутат городского совета Сергей Габриэлян. Сам Сергей Михайлович эту информацию опроверг и заявил, что как бизнесмен никакого отношения к этому участку не имеет. А как депутат на жалобы жильцов реагировал, хоть и не его избирательный округ приезжал. Оказывается, и мусор уже убрали, и забор починили. Наверное, имел в виду какой-то другой проспект Ленина. Мы в свою очередь просим надзорные органы считать этот материал официальным обращением и проверить весь участок на соблюдение соответствующих законов, пока не случилась трагедия.